Так это не справедливо, товарищ полковник? Что не справедливо? А то, что каждый из наших товарищей против физифашистов сражается. А мы тут лежим. Так ведь вы ранены, так ведь здесь вы воспитаете. О двух миллионах участников про 200 дней и ночей в охваченном войной городе. Рассказы о Сталинграде Сергея Алексеева легли в основу сценки, которую ученики 8-го Б подготовили к сегодняшнему мероприятию. По случаю Дня воинской славы, разгрома фашистов в 1943 году на Волге, лицеисты поведали однокашникам и гостям мероприятия о самой кровопролитной сухопутной битве Второй мировой войны. Расстрогал меня последний номер. Я даже расстроен. Я был вывезен в 9-месячном возрасте в Германию и провел там вместе с матерью и двумя старшими братьями в концлагере. И был освобожден в 1945 году. Виктор Логинов, член Совета ветеранов, который занимается патриотическим воспитанием молодежи, несет историю в массы. Раньше рассказы о Сталинградской битве красногорские школьники слушали из первых уст. Сейчас в городском округе осталось всего 50 участников Великой Отечественной и, увы, ни одного свидетеля той самой мясорубки в 1943. И именно Сталинградская битва явилась коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Немцы хотели отрезать от нашего центра Кавказ и добивать уже частями нас. Ничего не получилось. Поэтому, ребята, я к вам обращаюсь прежде всего. Читайте историю, вспоминайте своих дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Чтобы помнили, в лицее номер 4 похожие мероприятия проводятся в каждой из дней воинской славы, которые посвящены вехам Великой Отечественной войны.